всем привет друзья сегодня с вами посмотрим ролик с канала каргас зен зезон zero очень вот этот ролик обзор ставить лайк комментарий для подвижения а вас друзья мои попрошу проделать я же сам манипуляции со мной напишите комментарий мне поставьте лайк мне а я буду начинать спасибо хозяин он мой слуга ждал выхода zzz нет я серьезно ведь играми хуёй то настоящие игры если из них вырезать гаджет систему китайскую цензуру и бесконечный фар китайскую цензуру че игры если из них вырезать гаджет систему китайску к цензуру и бесконечный фарм что останется визуальная новелла с диалогами на 200 часов но вот почему именно zzz больше всего выделяется на фоне других гача игр то тут все просто ведь в этой игре нет открытого мира а если еще хотя бы одна гача заставить меня выполнять головоломку на 20 минут ради сундука 10 гемами я разбил руку об стол меня лично игра определенно радует отсутствием необходимости фармить всякие сундуки конечным сундукам мы получили что-то новое сразу двух говорящих главных героев которые даже не бесят бесят здесь в основном невидимые стены видимо эту инновацию михуё оставили на следующую игру есть высочайшие технологии просто немножко перестроиться как не старайтесь хейтеры мифуё в этот раз вы не сможете сравнить с играми нинтендо ведь здесь у нас уникальный седой главный герой изучение районов города где можно поговорить практически со всеми диалоги в стиле визуальных новелл уникальный геймплей перемещения по телевизору и даже уникальный плюшевый помощник поэтому никакими нинтендо здесь даже и не пахнет нихуё это все скомуниздели из персоны 4 возможно и кодзима бы возмутился но мгс разин для него приемный так и в каждую новую игру михуё добавлять все то что игроки просят добавить в геншин четыре года стенд ли зон зира полна инноваций и имя этой инновации кнопка пропустить диалоги если бы у меня не то чтобы нихуё первый до этого додумались но просто представьте как преобразился бы геншин с такой функцией в него бы например можно было играть хотя у игроков сейчас проблема куда серьезнее и один раз как-то зашел это был что-то на ютубе кажется где-то на ком сервис лазил смотрел там блогер на ютубе кажется девчонка маленькая без камеры стримила не знаю лет десять наверно было это в двенадцаток вот на эту похожую игру играла так я посидел что-то посмотрел не стал ничего говорить я просто ушел бы новых персонажей от старых научиться отличать игровых персонажей геншина и за 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 ведь за за импись и выглядят лук а просто он просто букву взял за снова не зс лучше чем эти самые персонажи парке это ты и я узнала тебя с труду говорят что в секонд-хэнди не выловить такой прикинь и турвал а смотря на местные к цены вот сразу видно куда ушли все донат из геншина тема на следующую игру ведь многие анимации в дзз во-первых созданный нейросетью это не норма это какая-то страшная жуткая ужасная болезнь а во-вторых после мультика чаще всего начинаются комиксы все кино не будет и самое обидное из этого всего вовсе не комиксы и до я не люблю комиксы вот ужас как я люблю их даже не к цены которые так лучше чем в любом за что я ненавижу ну я не могу как-то читать комиксы не знаю ой существующий гач потому что мне можно обидно то что последние два года я донатил в игры михуйот даже когда донатить стало невозможно и находил другие способы доната по типу сайта донатов нет где донат еще и дешевле искренне думал что поддерживаю армию китая оказалось михуё термоядерный реактор строят но немного денег все же перепало на ззз и михуё смогли создать самую дорогую гача игру и бюджет этих игр я китовый хвост был на ззз и михуё смогли создать самую дорогую гача игру и бюджет этих игр я сравниваю по наличию анимации поглаживания котиков это очень важно 3 подобных играх даже фанаты михуё настолько вдохновились что начали создавать видео где тоже гладят и котиков и ззз и акулок и даже сестренку погладили самое важное это семья ну или всех фанатов так вдохновил заявленный рейтинг игры 16 плюс главное не гуглить сколько лет персонажем в этой игре а то тоже можно получить 16 плюс строк и рейтинг 16 плюс действительно очень сильно повлиял на разработку зенит зон zero больше никаких вам полупроцрачных силуэтов при опускании камеры если бампер в этой игре вам не показывают на весь экран больше одной минуты пишите в техподдержку у вас баг вытаскиваете телефон ройте интернет и кончайте а еще теперь уже точно можно сказать что у разработчиков михуё какая-то нездоро и кончайте а еще теперь уже точно можно сказать что у разработчиков михуё какая-то нездоровая любовь к женским ногам и подмышкам девочек неизвестного возраста к сожалению счастье длилось недолго и на релизе магическим образом рейтинг игры изменился на 12 плюс мне в этой ситуации жалко даже не игроков у которых грудь теперь меньше колыхаться будет а разработчиков которые делали игру с матами эротикой и наличием кексовых шуток вот что им теперь делать с бубенчиками у кота делай то что должен не сын хорошо хоть некоторые обещания китайцы все же сдержали и получить за деньги крутки на новый тип баннера с помощниками нельзя эти крутки получаются исключительно в самой игре но если ты купишь батл пасс вообще отличная идея засунуть абсолютно все что можно в этот батл пасс сделать его полезнее чем знакомы если не так вот игру играет или там коллеги на работе что-то тоже такое яркое там что-то и таки мне о а я там такие скин и купил это 300 рублей а я 400 рублей на вложил в игру полгез что могу сказать в прошлых играх михуё но не дать возможность его купить единственный способ это или сайт донатов нет при том что чтобы вы понимали он вложил не для того чтобы какое-нибудь оружие купить там допустим чтобы лучше чем остальные игроки вот там чтобы скины просто прикупить чтобы внешний вид этого персонажа преобразить как толпасы продаются в играх михуё или не так уж и нужны мне были эти ресурсы и бамбу но они такие прищипленные а это картошенька такая сладкая аппетитненькая некоторые из них особенно выделяются а к сожалению для михуё и к счастью для нас за за стал самым провальным релизом в истории компании проблема даже не в оптимизации тут видимо разрывать мобильная игра бочки придерживались правила 20 20 20 после каждого 20 минут работы смотрите вдаль на 20 метров затем смотрите аниме 20 часов владельцев андроида буквально кинули и в самый последний день увеличить ли требования в два раза это уже обидно айфон самсун на своем андроиде вообще был в шоке от самой большой локации в игре мой телефон буквально кричал пожить пожить что там у других владельцев андроидов даже гуглить страшно какой у тебя телефон последний айфон а у меня пока твою же неудивительно что хоть и скачивание было 50 миллионов за 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 заработала меньше денег за первый день чем прошлые игры михуё мы точно не можем сообразить что-то вроде хэпи-энда какое что-то хэпи-энд почему же для нас вся эта ситуация к счастью я не критик на 1600 примагемов компенсации это 1600 примагемов ну а свои деньги михуё еще заработают как только все у кого автоматически установилась игра поймут что вот эта странная аватарка с рандомным персонажем это зэ-зэ-зэ а не вирус а ты кто такой скажи пожалуйста а ты кто такой и сейчас я требую от михуё две вещи изменить аватарку игры и дать за это компенсацию фильм ему влегу на выбор ну или хотя бы оружие как персонажи этими бакуганами сражаются я не совсем понял но что-то с ними делать точно можно господи пошли в ходят легенды что-то за за настолько щедрая что чисто на компенсациях здесь можно выбить лего видите что значит я богат а потом выйдет новый персонаж короче говоря я бедный и хоть разработчики пообещали на релизе 100 халявных круток но забыли упомянуть про мне не понял наверно казино типа как элемент казино присутствует ки шрифт или здесь 100 халявных круток но забыли в реальном игровом контексте все официально выпуска можно получить время внутри игровых событий или то на почте более подробно помянуть про мелкий шрифт для ты крыса фильм суказа было звание совершенно секретного этого места раздета школьницы акулки максимум кого игра даст раздеть это антона за эту денежку дружочек не купишь слащий пирожочек но в местном донате здесь тоже инновации батл пасса ежедневной валюты и просто донатами хуё видимо было недостаточно и у нас появились наборы гаджа это что за дерьмо что же дают эти наборы со сказочной суммой 900 рублей получается 900 рублей ё-моё ради чего тебя о такой даже на других сайтах эти паки стоят в два раза дешевле чем самой игре ми хуё это безумие так что самый лучший способ сэкономить на донате и не потратить пол зарплаты это купить старую добрую подписку за 450 рублей на ежедневную валюту ведь ближайший аналог этой подписки стоит 2 800 сколько на а через тот же донатов нет эта подписка стоит уже 400 рублей и покупаются в один клик просто ведя свою айди аккаунта в других же играх ми хуё скидка на донат и паки еще больше чем покупая в самой игре как это работает без понятия вроде как что-то связанное с китайскими партнерами ми хуё и тем что донатов нет сотрудничать с ними напрямую но пусть это будет просто magic ну а для максимальной экономии можно зарегистрироваться на донатов нет по моей ссылке и вы получите дополнительный купон со скидкой в 5 процентов на любую первую покупку а для тех кто уже зарегистрирован на сайте в моем телеграме есть ссылка на 7 процентов скидки и ее можно потратить хоть на battle pass хоть на максимальный пак или на донат в любой другой игре и список этих игр на донатов нет больше похож на то почему у меня были видосы или будут будьте добры помедленнее я записываю ну или закинуть денег стим на аккаунт любого региона по самой низкой комиссии ведь неважно сколько у вас игр в стиме любой игрок в доту хочет только одно аркана естественно вся эта донатная система создана только ради одного ну ты же хочешь себе в команду маленькую такую девочку акулку которая сделает кусь твоему кошельку слегка недоволен пожалуйста наберитесь смелости дышите глубже и в отличие от геншина или ханкаев за 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 все персонажи четко распределены по фракциям вот например стартовые хитрые зайцы каждый из которых выполнен в едином молодежном дизайне что там часто молодежи популярно оружие он ли фанчицы 1000 минус 7 и квадроберы я кмс по квадробике на фракцию горничных можно в принципе не смотреть три легендарных персонажа из четырех один из которых фурии посмотри это подущая звезда как ты меняешься но кому-то фурии горничные точно зайдут ниссан это аригото и весь хай по акуле в принципе легко объясним впервые у нас персонаж у которого сразу две жопы и неважно как вы будете за нее играть ведь каждый матч будет заканчиваться попыткой л.н. сесть вам на лицо навыки отсидения на лице эй красавица чё там сидишь иди сюда садись нормальные же мужики выберут себе обычных таких русских строителей из белобога ну а что дети тоже настрой как бывают зато по-русски разговаривает почему я решил что они все русские ну во первых антон впервые вообще вижу такой уникальный дизайн персонажа вот как медведи комментировать пока еще не знаю вроде как фурии а вроде и наш фурии никогда не гадали глядя на человека что там у него в голове но сложнее всего с сынами калейдона кто из этих двоих сын я так и не разобрался напомни и свой пол ламинат ты дурак очевидно что парень естественно все эти персонажи в одном отряде получают фракционные бонусы кроме полицейской ее бонусы еще выйдут в следующем обновлении но у нее и так хватает бонусов нормальный бампер только они перед они из этой пушки случайно чтобы камеру не разорвало на похоже за ситуации с солдатом 11 но когда-то и у нее появятся напарники или хотя бы имя поэтому не переживайте если она вам выпадет просто создайте новый аккаунт возможно вы еще не заметили очень так ненавязчиво намекает что создано исключительно чтобы удовлетворять мужские потребности то тогда здесь забыли мужские персонажи тут же все элементарно медведь фури волк и антон могут привлечь исключительно других мужчин сейчас я антон мой совершенный антон звучит как антон и специально для вас миху ёвили уникальную систему свиданий с абсолютно всеми персонажами теперь ты в команде будем целоваться даже можно заромансить но есть одно маленькое но чтобы позвать персонажа на свидание его нужно выбить не и шанс получить легендар очку за за как и в других играх старые добрые 0 6 процентов мало не почувствовал поэтому вас больше шанса получить легендарного персонажа не самой игре а победить в конкурсе телеграмма донатов нет ссылка на который в закрепленном комментарии ну а хваленый геймплей зенли зон зира действительно вас удивит если вы не играли в конка импак 3 вазеринг вейс панишен грей рэйван эйзер гейзер а мне возможно нужно играть меньше в га... я вообще ни во что игры он нету денег кошек и сопли игры сопли из носа хума киси но боевая система zzz пока что лучшее что есть на телефонах разработчики даже не поленили вдохновиться ванписом с покадровыми эффектами не зря по 20 часов аниме смотрят прыгать к сожалению нельзя но видимо про эту утерянную технологию миху ё тоже вспомнят следующей игре белые не умеют прыгать и динамичность этого самого геймплея полностью будет зависеть от ваших персонажей сейчас почему-то самая сильная акулка мастер как вы добились такого уровня я просто спал буквально скоро ее заменит лиса жена первый раз поэтому не надо зацикливаться на персонажах все равно сражаться в основном вы будете против телевизоров и разговаривать тоже с телевизорами совсем крыши поехал с телевизором разговариваю хотя мне почему-то эти самые телевизоры вроде как понравились вроде и странные флешбеки и вызывают телефон кстати это старых телефонов были я бы еще и про мультиплеер рассказал но обнаружил его только спустя 20 часов его в змейку засунули спасибо хоть энергии мини игры не требуют и еженедельные боссы энергии не требуют и эту энергию просто так раз в день дают а можно и в геншине этого кофейника поставить не за донат если кофе подорожал ну извините я могу предложить молоко чай а вот сюжет ззз самая ненавязчивая часть игры и рассказывает про простые близкие каждому вещи и в мире апокалипсис а главные герои должны думать где найти деньги на выплату ипотеки аж до слез у других группировок тоже все по-простому преступники ловят коррупционера копы и что придет крысу которая помогает этому коррупционеру ну а русские строители учат экскаватор мужественности ты теперь пацан ты теперь с улицы а кругом враги а в свободное время герои разговаривают с мусорными баками чтобы выполнить квесты плюшевого кота ну а главное отличие сюжета ззз от тех гач которые я играл он есть персонажи и сюжета никуда не пропадают в конце главные герои разговаривают и у них есть своя история персонажи не состоят из одной эмоции и даже знают о существовании друг друга основная часть сюжета не находится в глубоком лоре записок и книг как в геншине здесь вообще нет записок 45 рангу у меня даже появилось ощущение что это первая гача где сюжет не создан только чтобы продавать персонажей но прям как в геншине но я все равно буду выбивать всех персонажей деджо раньше занимался то хочешь поддерживают мои подписчики на boost и патреоне ладно вы собрали на прошлом видео семьдесят тысяч лайков и возможно на этом видео соберете мне целую руку но вы зачем мне по иди донатите через донатов нет я понимаю выгодно но у меня и так скоро будет зависимость от этих казино Поздравляю, вы прошли игру Но мы шагаем, как с Дайвереста Да, кстати, казино, да Лудомания это плохая вещь Лудомания вещь очень плохая Вот такая вот, друзья, сегодня у нас с вами Получилась реакция Понравился или нет, напишите в комментариях, ставьте лайки Делайте репосты Будьте клёвыми Всем пока Делай как по кайфу, родной Только в рамках дозволенного